Ну что, друзья мои, я снова с вами, и сегодня у нас будет комплексная дегустация, то есть мы попробуем и пиво, и снеки. И того, и другого у нас по два вида. Первым делом у нас идёт Балтика, Балтика-семёрка, обновлённая. Многие обзорщики уже её рассматривали в своих видеороликах. Ну, вот сегодня вы услышите моё мнение. Так, это номер один. И второе пиво. Пиво очень интересное, на мой взгляд. Я такое вообще в первый раз увидел. Называется оно Старовар. Оформлено всё это дело как крафт, то есть на банке. Наклеена такая, я не знаю, как это назвать. В общем, этикетка, да? Я не знаю, из бумаги она сделана или из пластика. Но она такая текстурированная, очень приятная, очень красиво на ней всё нарисовано, написано. Я вам потом поближе всё это дело покажу. И пиво называется, это Старовар торговая марка, а пиво само называется Жигули Особое. Причём Особое написано латиницей. А снэки у нас сегодня... Это, во-первых, лейс сырной ассорти с мёдом. По-моему, уже давно продаётся, но я ещё не пробовал. И какие-то непонятные чипсы. По-моему, они изготовлены из пшеничной муки. Да, точно, пшеничная мука. Ну, короче говоря, вот такие вот типа снэков чипсы со вкусом бекона. И они вроде бы китайские. Итак, начинаем с обновлённой Балтики, семёрки. Экспортное светлое пиво, 5,4 алкоголя, 12,5 сусла. Где конкретно сварена эта Балтика? Так, она сварена на заводе... Блин, я сейчас найду. В Самаре. Ну, ничего хорошего я уже не жду, но будем пробовать. Так. Какой у нас здесь, кстати говоря, объём? Что-то я не посмотрел. Так, объём. Какой-то странный запах пошёл. Уставок я открыл пиво. Объём 0,45. Ну, жмоты они и вопреки жмоты. Наливаем. И смотрим. Ну, выглядит в целом пиво, конечно, неплохо. Пенные шапки, конечно же, что называется, из Гулькинхер. И та быстро ушла. Нюхаем. Пахнет. В принципе, пахнет достаточно неплохим солодом, на удивление. Хотя немножечко передержа тоже присутствует. Не, неплохо. Неплохо. Лёгкая такая кислинка, но она какая-то... Как будто бы сладенькая. Это, конечно, далеко не лучшее из того, что я пил. Но это, на удивление, неплохо. На удивление, неплохо. Это как топовая разливайка. Приятный вкус, не самого дорогого, но, тем не менее, и не самого противного солода. Это вот такая вот классика российского пива. Это интересно, это прикольно. И есть вкус такой, знаете, как... Он характерен в основном для Хайнекен пива. Ребята, на удивление, хорошо. Я удивлён. На удивление, хорошо. Третья обновлённая Балтика. Мне понравилась меньше, чем вот эта семёрка. Может быть, у меня, конечно, настроение хорошее сегодня. Но я прямо считаю это достойным пивом. Прикольно, прикольно. Могу рекомендовать к приобретению. Приобретайте сейчас. Но нужно иметь в виду, что я, поскольку попробовал Самарского завода, вы тоже покупаете Самарского. Других заводов пиво может иметь другой вкус. Третья Балтика обновлённая от Самарского завода была говном. А вот это хорошо. Прямо удивительно. И нет вот этой вот железистости классической для Балтики. И нет какой-то чрезмерной кислотности неприятной. Хорошо. Хорошее пиво. Слушайте, прям хорошее. Я, наверное, даже 6 из 10 поставлю. Вот думайте, что хотите. Что это проплаченный обзор. Проплатить я буду рад, конечно. И всё то же самое скажу. Но это хорошо. Прямо действительно хорошо. Класс. Ладно, будем пробовать следующее. Так, или давайте не пиво будем пробовать следующим, А попробуем, ну, например, вот эти вот чипсики. Чтобы нам было чем закусывать, правильно? Так, что у нас здесь написано? Написано, что это бир. То есть медведь. Ну и, собственно говоря, здесь медведики нарисованы. Нарисованы, конечно, схематично. Но, тем не менее. И якобы это у нас крекеры пицца ролл со вкусом жареного мяса. Каки, ё-моё. Эта история называется каки. Если бы я знал, что это каки, я бы, конечно, всё равно бы купил. Ну и сейчас мы попробуем, что это за каки такие. В составе пшеничная мука, растительное масло, рисовая мука, кукурузная мука, крахмал. Опять пшеничная мука. Не понял? Белый сахар, пищевая соль, соевый соус. Есть мясной ароматизатор, в котором тоже много всех этих компонентов. Пищевая добавка. Ну, в общем, много всякого понаписано. Не будете всё читать. Я думаю, что вам уже стало скучно. Давайте скорее открывать и пробовать, потому что сам тоже хочу побыстрее погрузиться в эти пучины вкуса. Что же у нас здесь внутри? Ну, вот такая ожидаемая достаточно история. Типично китайская. Я не знаю, показывать вам поближе, не показывать. Ну, это что-то типа больших макаронин. Вот таких вот, не замкнутых. Не самое противное из того, что я пробовал. Вкуса бекона здесь нет абсолютно. Я чувствую остринку. Она появилась после того, как я, наверное, 4 штуки съел. И помимо остринки я чувствую здесь соевый соус. Ой, блин, что-то остринка какая-то. По-моему, чересчур. 158 грамм. Стоил пакет 200 рублей. В принципе, я оцениваю это так. Штука достаточно вкусная, но она, блин, острая. Как китайцы заколебались с острым. Не могу я острого много есть. Давайте еще раз поближе покажу. Теперь у нас следующее пиво. Называется оно Старовар, как я уже сказал. Слушайте, настолько остро, что у меня уже голова перестала совершенно соображать. Она начала потеть. Так вот, пиво Старовар. Жигули особое. Жигули написано Кириллицей. Особое написано Латиницей. Алкоголя 4 Сусла 11. Изготавливается это в Подмосковье. Да, Московская область. Компания называется ООО Клан Трейд. Стоило абсолютно недорого. То есть я вначале даже подумал, что это может быть какой-то крафт. Потому что оформление, еще раз повторюсь, как у крафтового пива. Очень прикольное. Но стоило оно 112 рублей. Давайте открывать и пробовать. Первый раз производителя такого слышу. Может быть, что-то и пробовал, просто внимания не обращал. Ну и само пиво такое вообще впервые увидел. Если это окажется приличным, то остальные сорта тоже возьму попробовать. Ну, в целом, неплохо. Пахнет. Блин, пахнет хорошо. Серьезно. Пахнет, как будто бы действительно крафтовое пиво. То есть вот бывает, что крафтовики варят простые сорта. То есть не какую-то ипуапу там, и сауры. А варят что-то такое классическое. Вот пахнет примерно так же. То есть качественным солодом пахнет. Давайте пробовать. Блин. Слушайте, это вкусно. Это вкусно, это классно. Сделано полтора месяца назад. Блин, вот это классно. Я завтра же зайду в этот магазин и куплю три других сорта. Хотя среди них есть, по-моему, блонд, который я терпеть не могу. Тёмный лагерь. Вельвет он называется. И что-то ещё. Там тёмное, по-моему, что-то было. Стаут. Ну, это классно. Слушайте, вот... Это на классном солоде. С классным хмелем. Отлично сваренное пиво. Вообще никаких дефектов. Ребят, найдите обязательно это пиво. Я прямо удивлён. Причём написано, что с 2010 года эти ребят пиво варят. Блин, это коломенская пивоварня. Ребят, это коломенская пивоварня. Молодцы. Вот думайте, что хотите. Что хотите, пишите. Но вначале попробуйте. Очень хорошо. Сивушности никакой не появилось. Офигеть, я удивлён. Ладно. Давайте будем пробовать четвёртую позицию, которая у нас сегодня называется лейс сырное ассорти с мёдом. Давно хотел купить. На мой взгляд, вот чисто по названию. Вообще какой-то бред. Но попробуем. Китайские, знаете, как я уже сказал, мне понравились. Но слишком острые. Я вот сижу прям потеялись. Только от этого. У меня открыто окно, на улице не тепло. И всё равно мне жарко. Слушайте, очень странно. Здесь вкус карамели. Не знаю, что здесь от сыра. Ну нет. Немножечко сырного привкуса вот сейчас появилось. Видимо, специи неравномерно распределены. Но всё равно ведущая роль отдана вкусу карамели. Но должен сказать, что это не мерзкие чипсы. В последнее время лейс делают какую-то фигню. На удивление, неплохие чипсы явно не к пиву, но нормально. Во второй источник не куплю, но эти я не выброшу. И когда я их буду есть, отвращение испытывать тоже не буду. Мне кажется, что к пиву они не подходят. Да. К пиву, конечно, не очень. Хотя, в принципе, тоже неотвратительно. При условии, что у вас ничего другого нет, можно вполне с этими чипсами пить вот это вот пиво. Жигули особое. Ладно, давайте подводить итог, наверное, да? И я уже спокойненько пиво это допью. Значит, естественно, старовар у нас сегодня занимает первое место. Балтика-семёрка гораздо хуже. Но она всё ещё очень хороша. А старовару я поставил оценку, нет? Я думаю, что 8 из 10 можно поставить. Прям классно. За 112 рублей отличное пиво. Шикарное просто. Так что на первом месте у меня сегодня старовар. Если мы говорим обо всём, вот об этом. На втором месте у меня вот эти вот китайские чипсы или крейкеры, как они здесь называются. Если бы они ещё были не такие острые, прям было бы вообще замечательно. На третьем месте Балтика-семёрка. Ну и на четвёртом месте Лейс. Но в целом, должен признать, что сегодняшний выпуск получился таким достаточно странным. Потому что ничего из того, что я сегодня попробовал, я не могу сказать... Ну, я не могу отправить в помойку, да, во-первых. Во-вторых, я не могу сказать, что это какая-то ерунда. То есть это всё хорошо. Даже не просто пойдёт, а хорошо. У меня, может быть, просто хорошее настроение. Не знаю. Но вот Балтику я вылью. Всё-таки Балтику я допивать не буду. Она очень хороша. Вылью только потому, что заботюсь о своём здоровье. Много пить не хочу. Но вот этот вот на старовар выливать не буду. Мне прям жалко будет это делать. Пока. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кул Couldt